В эфире программа 112 «Инструкция по безопасности». Я расскажу вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка ОМВД по Ненецкому округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненецкого округа зарегистрировано 147 происшествий. Из них 21 преступление, 13 из которых раскрыто. Всего сотрудниками полиции выявлено 241 административное правонарушение. 70 граждан привлечено к административной ответственности за распитие алкогольной продукции и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Изъято 4 единицы оружия и 16 боеприпасов. За неделю произошло 11 ДТП, в том числе одно из них с причинением вреда здоровью. Так, 8 мая около 19.30 в городе Наринмаре у дома номер 38 по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в хирургическое отделение окружной больницы были госпитализированы 14-летний подросток и 22-летний молодой человек. На прошлой неделе полицейскими проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье». В ходе которого проверен 91 владелец огнестрельного оружия. Составлено 49 актов проверок. Изъято 2 единицы огнестрельного охотничьего оружия. Составлено 4 административных протокола. Кроме того, на территории города и поселка Искателей прошло профилактическое мероприятие «Безопасный город», по результатам которого нарушение не выявлено. В поселке Искателей инспекторы ДПС спасли тонущую женщину. О происшествии в полицию сообщили подростки, которые увидели на мосту женщину, пытающуюся спрыгнуть. Ребята попробовали отговорить ее, но у них ничего не вышло. Тогда они сообщили о происходящем в дежурную часть ОМВД. Автоинспекторы Денис Малков и Станислав Кудрявцев получили сообщение о происшествии из дежурной части. Прибыв на место, полицейские тут же достали из автомобиля буксирный строп и спустили его женщине. Спасенная женщина, которая, как выяснилось позже, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время дежурства с дежурной части поступило сообщение о том, что в районе пешеходного моста в поселке Факел что-то происходит непонятное, попросили проехать. Прибыв на место, увидели, что под мостом в воде женщина, напарник сразу побежал доставать буксирный фал. Я побежал, думал раздеваться, плыть за ней. Спустился под мост, увидел, что мужчина уже разделся и к ней поплыл. Доплыл до нее и поддерживал. Попытался ее к берегу подтолкнуть. Женщина кричала, что плавать не умеет. Один пролет моста они успели проплыть и все, видно, что силы уже заканчиваются. За следующую сваю схватились. Напарник в это время сверху буксирный фал спустил. Мужчина обмотал женщину, сам поплыл к берегу. С напарником и тут еще один молодой человек находился втроем. Мы фалом стали поднимать ее. Подняли до уровня моста, а потом напарник с молодым человеком перелезли через перила. За руки ее поддержали, подняли, перекинули на мост. Женщина была в шоковом состоянии. Вызвали спасателей, вызвали скорую. Скорая подъехала, осмотрели, но в принципе угрозы жизни не было. И потом передали подъехавшим оперативным сотрудникам. Женщину полицейские передали бригаде скорой помощи, но она от госпитализации отказалась. ДТП с участием несовершеннолетнего подростка произошло в Наринмаре в субботу 8 мая. По данным пресс-службы ОМВД по Ненинскому автономному округу, авария произошла на улице Ленина. Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в забор возле отделения Сбербанка. В результате водитель и пассажир 1994 и 2002 годов рождения получили различные телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение в виде забора, в результате чего пострадал сам водитель и пассажир, находящийся вместе с данным водителем. В результате данного происшествия данные граждане доставлены в приемный покой. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой будет принято предстоциальное решение. Как нам пояснили в Ненецкой окружной больнице, оба пострадавших находятся в реанимационном отделении. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Экстренная помощь и спасение при ДТП. Сотрудники поисково-спасательной службы Ненецкого округа провели очередные учения. В этот раз спасатели проверили готовность к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в сознании кровотечения нет. Первоочередная задача спасателей при ДТП – сохранить жизнь водителя и пассажиров. Поэтому на месте аварии спасатели прежде всего осматривают салон автомобиля и проверяют состояние людей. Согласно легенде учений, машина сильно повредилась и нет возможности извлечь пассажиров. В этом случае в ход идут специальные приспособления. Для вскрытия и разрезания автомобиля спасатели используют гидравлическое оборудование. Перед началом операции автомобиль необходимо стабилизировать. Пассажирам и водителям обеспечить безопасность. Еще раз, два, три. Транспортировка пострадавших требует знания правил оказания первой медицинской помощи. В данном случае спасатели эвакуировали водителя с повреждением позвоночника и переломом правой ноги. После этого пострадавший передается бригаде скорой медицинской помощи. Есть утвержденный план-график. Это раз в неделю, это точно. Проходит каждая смена. Приезжают, отрабатывают навыки свои, повышают квалификации. Тренировки нужны чем чаще, тем лучше. ДТП у нас происходит часто, но выезжаем мы не всегда. Они не такие тяжкие. Это когда тяжкие последствия зажатся в пострадавшей и нужна наша помощь. Одно из последних ДТП, в котором понадобилась помощь спасателей, произошло в 2015 году, в январские праздники. В результате аварии человек погиб и был зажат в кусках железа. Был случай и на зимнике. По итогам учений группа спасателей за проведенную операцию получила положительную оценку. Это была программа 112. Будьте внимательнее, берегите себя.